Вау, 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 вау. Начало недели выдалось неспокойным, и тому послужила депортация самого одиозного грузина Украины. Вот барыгары, 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 разбросы и барыгары. После того, как правоохранительным органам не удалось его достать в отель, просто из-за того, что охрана Фермонта оказалась компетентнее и не пропустила силовиков. Но они решили не сдаваться, ведь Бог любит троицу. И им таки повезло. Местом, откуда, применяя силу, вывели Саакашвили, оказался брюзинский ресторан, где он плотно от обеда в Хачапуре был депортирован в Польшу. Он улетел, но он обещал вернуться. А тем временем в суде рассматривают иск Саакашвили против Порошенко о признании незаконной отмены гражданства. А пока от бывшего губернатора Одесской области хотели избавиться всеми правдами и неправдами, действующего мэра Одессы пытались разыскать. Пошел в отпуску 26 грудня 2017 года, продолжил ее до 21 сентября. Потом подався в отряджение до Афин и Давоса еще на неделю. А теперь взял отпуск за свой рахунок. Геннадий Труханов не появлялся на работе вот уже 44 дня. Ходили разные слухи. Где же мэр? Возможно, он потерял украинский паспорт, а возвращаться с русским не хочет, чтобы не спалиться. Есть люди, которые, можно сказать, заждались его возвращения, а больше всех детективы НАБУ. Но все догадки развеяло НАБУ, объявив о подозрении в очередном коррупционном деле, а точнее, по трем его эпизодам. Одесский аэропорт, покупка помещений завода Краян, конечно же, по завышенным ценам, и ремонт автодорог. Похоже на какой-то фантастический такой детектив. Задержали Труханова в Борисполе на день всех влюбленных. Он даже оправдывался, мол, логистика его командировок была выстроена таким способом, чтобы тратить денег как можно меньше. Какой заботливый мэр у Южной Пальмиры. Наверное, благодаря умению экономить и взял его на поруки депутат из БПП. И потому Труханов, отделавшись только легким испугом, был отпущен прямо в зале Соломицкого суда. А суды на этой неделе были очень благосклонны коррупционерам. Даже признали Розенблата потерпевшим по делу о задержании в самолете сотрудниками НАБУ. А тем временем рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжается. И обрастает все новыми и новыми занимательными подробностями. На этой неделе свидетельствовал Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы. Рассказал он о том, почему Виктор Федорович таки отказался от ассоциации с Евросоюзом. И что вы думаете послужило тому виной? Море. Алгебра. Дихотомия добра и зла. Угадали. Деньги. Сектор приз на барабане. Один миллиард долларов. Вот сколько получил беглый бывший президент и его окружение в результате операций с облигациями. И чтобы не заканчивать, на минорной ноте сообщу новость, которая вызывает радость у миллионов людей. А некоторых даже выводят из депрессии. У Путина простуда. Будь здоровы. Я не чихала.